Девушки отдыхают Жанр книги, написанный актрисой театра и кино Чулпан Хаматовой и журналистом Катерины Гордеевой, трудно подается определению. Разные тексты в этой книге объединяют не только задушевные беседы, но и попытки осмыслить время и поколение тех, кто вырос в 90-е. Катерина задает вопросы, Чулпан отвечает, либо наоборот. Профессиональный журналист задает вопросы, внимательно вслушиваясь и уточняя детали. А Чулпан отвечает, не боясь, что ее слова исказят или выдернут из контекста. Затем собеседницы меняются ролями, и вот уже Чулпан задает порой непростые вопросы своей собеседнице. Помимо этого, в книге много дневниковых записей, расшифровок интервью и эссе. В конце мая 2016 года у кабинки женского туалета Международного аэропорта Шереметьево собралась толпа. Обычные посетительницы, уборщицы, дежурный наряд наземной службы. Затаив дыхание, все они слушали восклицания, повторяющиеся на разные лады из-за двери кабинки. «Я Чулпан Хаматова, и я точно знаю, надежда есть». Минут через десять дверь кабинки наконец открывается в ответ на настойчивый стук женщины-полицейского. «Так вы, это она и есть?» Женщина-полицейский смотрит в паспорт, то на девушку из туалета. «Да, это я», — говорит Чулпан. Зачем-то прибавляет. «Простите, мне просто очень надо было». Договорить не успела. Все собравшиеся живы и радостно стали просить у артистки автограф и делать селфи прямо в туалете Международного аэропорта Шереметьево. На следующий день фраза «Я Чулпан Хаматова, и я точно знаю, надежда есть» звучит каждые полчаса в эфире популярной радиостанции Санкт-Петербурга. А еще через два дня на всю Дворцовую площадь в рамках благодворительного марафона. К сожалению, ни на радио, ни во время концерта на Дворцовой никто не пояснял, каким образом была сделана запись. «Слушай, я сходила, послушала, звучит отлично», — докладываю Чулпан. «Но ты можешь объяснить, зачем в Шереметьевском туалете-то? Понимаешь, вообще-то мы должны были записывать это в студии, но у них что-то сорвалось. Мне пообещали, что придет группа, чтобы записать меня дома, но группа опоздала. Мне надо было ехать в аэропорт. В машине шумно, радио все кругом сигналит, в аэропорту постоянное объявление, а дальше я бы на несколько дней оказалась без связи, интернета, а значит, какой-то возможности записать этот ролик не было бы. Я бы их подвела, а я обещала. В общем, единственное тихое место — это туалет. Ты только скажи, нормально звучало? А то в кабинке какой-то глот вентиляции, боюсь, его слышно на записи. Звучало нормально». За 24 года до этого зимой в Москве, как и положено, стоял лютый декабрь. Снег падал медленно, засыпая на ходу. Незнающий человек не разглядел бы за ним ни белых колонн, ни охренного портика, ни бронзового Аполлона, сорвущийся из рук квадригой. Единственный работающий на площади болезненно тусклый фонарь освещает ледяную брусчатку и фигуру человека, в чьи служебные обязанности входит до того, как через площадь, подняв воротники, пойдут на работу люди, окружающий лед побороть, расколоть, засыпать песком, стереть с лица земли, то есть Москвы. Падающие снежинки не то чтобы борются с законом всемирного тяготения, им кажется, просто лень его выполнять. Подвисают, замирают и вдруг ползут горизонтально по серому декабрьскому небу, потом снижаются на пару эшелонов, вцепляясь в зажмуренные глаза и раскрытый от старательности рот маленькой фигуры с ломом, стоящей посреди театральной площади. Девушка в белой шапке с помпоном, синей летной куртке с чужого плеча, огромных рукавицах отплевывается, открывает глаза, щурится на мигающий шестигранный фонарь, сосредотачивается, набирает в легкий воздух, заносит над головой железный лом и с выдохом опускает его в самое сердце, похожее на черную рыбу льдины. Льдина, как живая, выворачивает, слом отскалькивает, с грохотом падает. Она поднимает его, обнимает обеими рукавицами, снова вдыхает, готовясь ударить. Ледяной ветер забрасывает в открытый рот полную горсть снежинок. Она кашляет, сердится, выдыхает, заносит лом и бьет, бьет, бьет по ледяной блестящей спине черной рыбины, наконец разбивая ее в дребезги. Так тебе, скоро люди пойдут, уходи, исчезни. Льдина наполовину исчезает. Дворника, в чьем ведении квартал вокруг Большого театра, зовут Чулпан Хаматова. Полгода назад она приехала учиться в московский ГИТИС из Казани. По знакомству нашла работу, о которой мечтают все лимитчицы начала 90-х. Для верности, загибая внутри рукавицы, окоченевшие пальцы, Чулпан подсчитывает дворницкую комнату в центре Москвы, в здании Центрального детского театра, прямо на театральной площади. И обещали дать через год работы. Она уже три месяца, дворник. Значит, следующей осенью под шелест листьев, под шум дождя комнату непременно дадут. А до этого будет лето, до него весна, а до нее еще три месяца зимы. И эти ледяные, не поддающиеся тяжелому, черные спины. Прибавлившись к круглосуточным палаткам, расставленным по периметру площади, немногочисленные ночные гуляки нетрезво наблюдают за происходящим. На часах половина шестого утра. К метро театральной, по расчищенным ею дорожкам, уже идут люди. Чулпан замахивается ломом на недобитую черную наледь, коварно притаившуюся в изгибе дорожки. Сердобольный прохожий, притормозив, помогает, придерживает лом, направляя его в самую толщую льда. Сухо, наободряюще кивает и спешит к метро. Чулпан засыпает ледяные пробоины и рыжим песком, сгребает лом, лопату и ржавый лоток. И последний раз в жизни относит их в дворницкую. Ей эту зиму никогда не одолеть. Ей эту комнату никогда не заслужить. Сразу за театральной площадью тот самый центральный детский театр. Там вечером спектакли, а утром занятия студентов ГИТИСа. Если войти в театр, то до начала занятий через служебный вход оставить в дворницкой коморке лопату, лом, совок, валенки и летную куртку. Пробежать через сцену и зрительный зал к вестибюлю, то можно очутиться на самом мягком и удобном в мире диване. Он стоит в самой сердцевине театра. Декабрьское солнце заглядывает в высокое театральное окно, ползет по щербатому паркету, карабкается на желтую стену и бессильно исчезает за тучей. До начала занятий два с половиной часа. Чулпан прямо в одежде вытягивается на диване и сразу засыпает. Многие детали в судьбах соавторов схожи. Обе выросли в провинции и обе захотели покорить Москву. Книга начинается с того, что юная, хрупкая Чулпан, студентка ГИТИСа, работает дворником в центре Москвы и колет лед на тротуарах. А в это же время из Ростова юная Катерина приезжает в Москву и уже начинает работать на телевидении. Девушки не просто делятся воспоминаниями, а находят общие важные темы, которые захватывают в тот или иной период всю страну. В книге также много известных людей. Это и те, с кем работают, с кем сотрудничают и кто поддерживает фонд «Подари жизнь». Они появляются в воспоминаниях и в разговорах, в ярких историях и на важных этапах их жизни. Это декабрь 1992 года. Тем же утром, может, днем позже или неделей раньше, на Казанский вокзал из Москвы, из Ростова-на-Дону прибывает поезд «Тихий Дон». Я сижу в коридоре вагона, вжимаясь в мутное окно лбом, пытаюсь разглядеть знаки, которые подает мне встречающий город. Но их нет, просто идет снег. Муха, зажатая между стеклами двойной рамы, вдруг просыпается, пытается улететь навстречу мельтешащим снежинкам, видимо, приняв их за сородичей. Но быстро сдается, и до самого прибытия поезда сидит смирно. Чем ближе к Москве, тем затея левее путь. Рельсы разлетаются, внезапно соединяясь, бегут рядом, а потом опять расходятся в разные стороны. Казанский вокзал открыт крышей, под ней снуют люди. Цыганка с торчащими из-за пазухи младенцем, молодой солдат без ног, толстый милиционер без интереса, большая семья с коробками, авоськами и растерянной бабушкой, которую, очевидно, куда-то отправляют без обратного билета. Но она смирилась. На мне джинсы-бананы и дутая бесформенная куртка поверх длинноворсового свитера с некрасивым рисунком. Такие у нас в Ростове покупают на вещевом рынке, стихийно образовавшемся вдоль высовшей речки Тимирник. У меня длинная коса, которой я стесняюсь. На вокзале я долго выбираю, у кого спросить, где вход в метро. Мне кажется, все знают, где он, и я спросив, сразу выдам в себе приезжую. Спрашиваю милиционера. Брезгливо указывает в неопределенную склякоть при вокзальной площади. Я тыкаюсь в один высокий дубовый вход, в другой, с третьего раза попадаю. Мне надо доехать до редакции газеты «Комсомольская правда» и отдать рукописи со своими стихами и эссе-журналисту, чьи заметки я каждую неделю жду и перечитываю по нескольку раз. А потом еще раз каким-то образом добраться до телецентра. Это 15 минут на маршрутке от метро «Алексеевская», как объяснила мне моя старшая подруга, за которой, собственно, я и приехала в Москву. Подругу взяли стажироваться в известную на тот момент на всю страну телекомпанию «Вид». Я почти уверена, что мои стихи и заметки никого не заинтересуют, а на порог телецентра меня не пустят. Но журналист «Комсомольской правды» читает врученную ему стопку напечатанных на пишущей машинке букв полтора часа, прямо на моих глазах, запивая коньяком и закуривая пачкой модных сигарет Монте-Карло. Он же пишет мне на листочке, как добраться до телецентра и оставляет свой телефон, чтобы звонила, если что. Неужели ты совсем не верила, что у тебя что-нибудь получится? Мне было так страшно, что я даже не думала, получится или нет. Было ощущение, сейчас все узнают, что я самозванка, меня разоблачат, вывезут из Москвы за ухо. Но еще было ощущение окна, открывшегося возможностей. Метель, метро, в котором надо разобраться, путаница останкистских коридоров, люди в них, которые жестко жестикулируют и уверенно говорят, они другие, не похожие на тех, которых я видела раньше. И вот у меня как будто уже есть шанс оказаться среди них. Я тоже совершенно не представляла себе, как и что должно произойти, и что будет происходить со мной в Москве. Все, что я намечтала, напридумывала себе в Казани, оказалось в несоответствующем действительности и резко отличалось от всего, что происходило со мной раньше. Я жила с родителями, а теперь вдруг сама по себе. Передо мной открывается бездна большой самостоятельной жизни, где я взрослая, отвечаю за себя, и именно от меня зависит, осуществится моя мечта или нет. И эта новая жизнь, наполненная энергией, развития, невероятно захватывала. 20 лет спустя мы курим на заснеженном пятачке перед Басманным судом Москвы, Каланчевская улица, дом 11. За углом тот самый Казанский вокзал, на который мы однажды одна за другой приехали в Москву. Лед вокруг разбивают приезжие из Средней Азии в одинаково ладно сшитых форменных жилетах. Аккуратность в скверику вокзала не подразумевает ни цыган, ни мешочков, ни палаток, ни бомжей. Милиционеры на европейский лад стали полицейскими. В метро все указатели продублированы на английском. Ветки переименовали по цветам, а каждая следующая станция мигает на схеме внутри вагона предупредительным кружочком. Вот какие отзывы можно встретить в сети интернет. Почему-то самые тяжелые и трудные книги оставляют в душе и сердце самый глубокий след. Книга о невероятных женщинах, о трудных временах, о политике, жизненных принципов, человечности и человеколюбии. Прочитала на одном дыхании, почувствовав себя очень слабым человеком, без слез читать невозможно. Мужественная книга, написанная прекрасными женщинами. Они предельно честны перед собой, между собой и с нами. Читаешь и поражаешь все их стойкости, верив в лучшее, преданности своим идеалам. Книга Катерина Челпан это не тяжелая исповедь, не рассказ о боли и утратах. Время колоть лед оказывает на читателя по-настоящему терапевтическое воздействие. Это верный способ определить, что важно и ценно. В предисловии Людмила Улицкая пишет «Эта книга и роман воспитания, и журналистское расследование, и дневниковые записи». А определить, в каком же жанре написана эта книга, можно узнать, только прочитав книгу. Найдете вы ее в центре чтения Дворца книги. А вы читали «Время колоть лед»? Делитесь в комментариях. Все в комментариях. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...